Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко 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 Уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, искренне рад приветствовать вас. В белорусской столице на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Сегодня берет отсчет новый этап вашей профессиональной жизни. Я очень рад, что вы решили его связать именно с нашей страной. Со своей стороны сделаем все, чтобы этот период доставил самые лучшие воспоминания и принес нам пользу. Если вам интересен опыт государственного управления, мы готовы им поделиться. Вы знаете, что мы находимся в канун очень важных ответственных мероприятий, выборы всех советов снизу доверху и впервые Всебелорусского народного собрания. Поистине знаковым событием для белорусов в нынешнем году станет празднование 80-летия освобождения Беларуси от фашизма. Вы своими глазами сможете увидеть, как белорусы хранят память о Великой Отечественной войне, ее героях и безвинных жертвах. 24-й год Беларуси объявлен годом качества. Это не просто улучшение потребительских или эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции. Это курс на модернизацию, техническое переоснащение производств, создание новых рабочих мест и сокращение затрат. Мы очень надеемся в этом процессе на вас. Двери для вас открыты в Беларуси. Убежден, такие меры придадут серьезный импульс нашему производственному сектору, готовы к вашим встречным предложениям, которые органично впишутся в достижение данных целей в части современных проектов, обмена опытом и совершенствование приобретения новейших разработок. Уважаемые участники церемонии, мы исходим из того, что повышение качества жизни людей возможно при условии поддержания безопасности, справедливого мира, распределения справедливого ресурсов и результатов труда. Этого можно добиться, если будем работать сообща, а не порознь. Только через мир и стабильность мы сумеем гарантировать достойное будущее нашим детям и внукам. Поэтому в основе белорусской внешней политики принципы уважения, равноправия и справедливости. Мы готовы к диалогу со всеми странами без исключения и по любым вопросам. Конечно, особое внимание взаимодействует с теми государствами, которые этого хотят и с которыми нас многое связывает, с которыми у нас сегодня нет закрытых тем. Мы очень дорожим стратегическим партнерством с нашим Азербайджаном. Особо благодарны за конструктивный подход нашим друзьям и, прежде всего, президенту Ильхаму Гейдарьевичу Алиеву, получившему недавно колоссальнейшую поддержку, всенародную поддержку на президентских выборах. Я предлагаю активнее использовать договоренности лидеров двух стран для решения вопросов в интересующих нас сферах. Для Беларуси также крайне важно всесторонние связи с Узбекистаном, в котором мы видим стратегического партнера в Центральной Азии. Весьма признателен Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву за недавний теплый прием и предметный диалог, результатом которого уже совсем скоро станет реализация новых прорывных проектов и развитие межрегиональных связей. Уверен, что вы, господин посол, как человек, поработавший в Беларуси, хорошо знающий нашу страну, будете максимально вовлечены в реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Примените все свои знания и опыт для укрепления двусторонних связей. Кыргызстан – наш друг и надежный партнер. В последние годы объемы взаимной торговли постоянно растут, но нам по силам достичь гораздо большего. Уверен, мы способны значительно активизировать торгово-экономические отношения, придавим системный и целенаправленный характер. Турция является давним стратегическим партнером Беларуси. Минск и Анкару объединяют приоритет национальных интересов, обеспечение национальной безопасности, значимость традиционной семьи, сохранение исторической памяти и многое-многое другое. Мы ждем встречных предложений и инициатив, которые будут реализованы на благо наших государств. Рассчитываем на возобновление полноценного взаимодействия с Японией. Мы готовы двигаться по пути сотрудничества настолько быстро и далеко, насколько к этому готовы наши японские партнеры. Напомню, что Минск и Токио имеют уникальный опыт научного и гуманитарного сотрудничества. Нам, господин посол, надо этим не ограничиваться, надо идти вперед. Надо находить пути сотрудничества. Мы к этому готовы. Мы очень высокого мнения о Японии, высокотехнологичной, где живет ответственный, трудолюбивый народ, такой же, как в Беларуси. Давайте будем искать пути в этой сложной обстановке к нашему сотрудничеству. Считаем, что пришло время эффективнее задействовать необходимый ресурс для развития связи с Непалом. Начать можно с проектов по модернизации аграрного сектора, промышленности, энергетического комплекса. Готовы делиться знаниями и опытом научно-технической сферы, обучать ваших студентов по востребованным специальностям. Отношения между Республикой Беларусь и султанатом Оман всегда отличались высоким уровнем взаимопонимания. Ваша страна – один из наших важнейших партнеров на Ближнем Востоке. Надо нам возобновить наши контакты и наше сотрудничество. У вас прекрасная страна, я был в вашей стране. У вас прекрасные люди. Давайте сотрудничать. Готовы продолжать конструктивные политические диалоги, осуществлять совместные инвестиционные, логистические, промышленные проекты. Рассчитываю, что вы будете частым гостем в белорусском правительстве, организациях и на предприятиях. В последнее время Африка стала одним из главных ориентиров белорусской внешней политики. Мы сейчас ведем активную работу по экономическому освоению этого континента, расширяем свое дипломатическое присутствие. Имея определенный опыт результативной работы в данном регионе нашей планеты, готовы применить его и по отношению к Гвинейской республике. Главный двигатель – проекты в торгово-экономической сфере. Это, прежде всего, кооперация в области механизации сельского хозяйства, совместная добыча полезных ископаемых, развитие инфраструктуры, организация системы оказания первичной медицинской помощи населению. Уважаемые дамы и господа, мы всегда искренне встречаем друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. И это не просто дипломатический этикет или дань моде. Гостеприимство – один из главных белорусских брендов, которым мы гордимся, очень гордимся и передаем из поколения в поколение. А величайшие ценности для белорусов – мир и согласие возможности спокойно трудиться и развиваться. Именно поэтому являемся однозначными приверженцами единой и неделимой безопасности. Выступаем за новый, более справедливый миропорядок, за возможности для развития достойного будущего для всех народов, а не только для так называемого «золотого миллиарда». Верю в то, что вы полюбите Беларусь, так как любим ее мы, ее жители и граждане, наши гости. Сердечно поздравляю с официальным началом почетной и ответственной дипломатической миссии в Республике Беларусь. Желаю вам крепкого здоровья и, самое главное, чтобы в вашей жизни этот период стал еще одной ступенькой вашей дипломатической и жизненной карьеры. Успехов вам! Добро пожаловать в Беларусь! Вам нормально живет в Беларуси? Очень припасим. Ваш коллега, друг Сандрин Владимирович, большой привет вам передавал. Всем привет им. Встретимся в ближайшее время. Спасибо большое. Я приведу приветствия от моего президента к вам, мистер президент. Мы хотели бы мы встанавливать better relations и даже более высокорылесем в общественных обликах, в облике и в облице, в облице и в транспорту. Мы также взросли сотрудничества в бесполезном облике между Беларусь и Непарой. Спасибо большое. Вы должны восстанавливать наши добрые отношения. Мы потеряли их в последнее время. И этому нет причин. Спасибо, Мир. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.